Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». И сегодня я познакомлю вас даже не с героиней. Ее и так многие знают, причем не только в Рязани, а с профессией, которую лично она любит вот уже более 50 лет. Знакомьтесь, Александра Ивановна Слободская. Знакомьтесь, Александра Ивановна Слободская. Знакомьтесь, Александра Ивановна Слободская. Как будто большая семья. Девочка из многодетной семьи, пережившая военное лихолетие и не знала о существовании старинной профессии, погружающей человека в молчаливый, но многомерный мир предметов. Вот тут сначала одного брата в армию взяли с 28-го года, потом с 30-го года брата взяли в армию. Сестра уехала, ее тоже на фронт хотели старшую, она с 25-го года. Мама никак не дала, потому что двое уже на фронте и еще. Вот ее забрали на торф. В Рязанскую область они вместе с мамой попали во время эвакуации. Дедушка отдал небольшой домик в Шиловском районе. Отец Александра Ивановны погиб в 43-м на Курской дуге. Семь классов не кончила, конечно. Было далеко ходить, семь километров. Когда повезет лошадь, когда не повезет, то валенки одни, то другим дадут одеть. Семья была очень дружная, очень хорошая. Никто никогда не обижал, никто ничего. Все было нормально. Она могла бы затеряться на каком-нибудь швейном производстве или уехать осваивать солену и расчищать железные дороги. Маленькая хрупкая девушка с внешностью голливудской актрисы никогда не питала особых иллюзий относительно своей судьбы и карьеры. После войны вообще какая жизнь была, какая актриса я даже в голову не брала. В театр ее привел случай. Вместе с мужем они недавно вернулись с Крайнего Севера, и Александра Ивановна в поисках работы отправилась в обыкновенную булочную. В общепите всегда требовали много справок и документов. Набегавшись по городу, а погода была морозная, наша героиня порядком замерзла и зашла погреться в большое красивое здание. Зашла, поднялась вверх, прочитала театр юного зрителя. И там меня директор увидел, вы говорите, что к нам поступать пришли, нам молодежь нужна. А я такая была худенькая, маленькая, в общем, выглядела моложе. Для скромной простой девушки театральный мир казался сказкой воплоти. В свете софитов нарядные актеры то кружились в танце, то грустили, то размышляли, то дурачились. В коридорах и цехах происходило таинство перевоплощения. 5 февраля, в общем, мне вот уже будет 51 год, как я здесь. Маленькая комнатка снизу вверх, заставленная чудными замысловатыми предметами, с первых дней показалась родной. К тому же ей пообещали общежитие. А с дочкой на руках это было очень выгодным предложением. Зарплата была 30 рублей. Это было много по тем временам? Приведите пример. Нет, очень мало. Вообще театр всегда маленькие очень зарплаты. За 50 лет вместе с актерами она объездила половину Советского Союза. Даже из Штатов передают приветы. Где только бы я ни была. Вот сейчас даже приезжают к нам режиссеры, художники. Они все меня знают. Ее безумно все любят. То есть она очень внимательна. Если Александра Ивановна работает, значит, у нас будет все правильно, все точно, весь реквизит будет разложен. Всех очень люблю. Сейчас все молодые, дети. Прямо мне это не дети. Там я мальчик, иди сюда. Мальчик, куда это делал? Мальчик, куда тебе положить? Оружие, чемоданы, картины, часы, подсвечники, сказочные персонажи и порой настоящие раритетные предметы. Всего и не перечислишь. Стороннему наблюдателю просьбы актеров кажутся капризами, но в театре знают. Верный и удобный реквизит – это уже наполовину удачная роль для актера. А мне, вы знаете, я с ними. Они одни не могут. Они на сцене, и я весь спектакль нахожусь на сцене. Александра Ивановна всегда что-то хочет получше положить, конфетку повкуснее. Иногда тому-то не нужно, чтобы она была такая вкусная, допустим, начинка течет, а она самую вкусную положит. Это очень все просто. Это так кажется. А это очень просто. Вот, например, сейчас выходит новый спектакль. Сначала идут репетиции. Так, прихожу, сажусь рядом с помрежем. Так, идет репетиция. Мне вот это надо, мне вот это надо, актер говорит. Так, я говорю, напишите мне на бумажку, что, чего надо. Я прихожу, что было, какое даю, а чего нет, то покупают или шьют, или там все делают. Даже если спектакля нет в репертуаре, вещи продолжают храниться в уголках реки визитерского цеха, готовые в любой момент выйти на сцену. Вот, пожалуйста, Змей Горыныча. Они вот так. Вот бабочки. Пожалуйста, всякие, какие надо, какому спектаклю. 20 лет идет спектакль, вот два ящика. Это сотворившее чудо. Девочка, где слепая и глухая. Вот, это очень интересный спектакль. Вот у них ребенок еще маленький был. Реквизиторский цех давно стал вторым домом, а может и первым, через паузу добавляет Александра Ивановна. Один взгляд на сцену, и все понятно, кому какой атрибут понадобится. А я сижу, смотрю, даже подсказываю ему, вот это возьми, вот это, вот это здесь лежит, на вот это. За годы работы на этой сцене прошло более двух сотен спектаклей. Важно помнить, где что хранится и к какому периоду времени относится. Иногда случается, один предмет задействован в двух разных спектаклях. И к каждому пишут партитуры, практически как у музыкантов, только по реквизиту и по костюму. Сейчас, говорит Александра Ивановна, идет прекрасная постановка, где почти нет границ между зрителями и актерами. Здесь сидят зрители на сцене, а здесь играют актеры. Здесь вот эти столы мы закрываем белым скатертью, ставим посуду, каждому тарелка, вилка, нож. Она и помощник, и психолог, и, не поверите, любимая бабушка для детей актеров. Было время, когда по пять-семь малышей приходилось кормить, укладывать спать и развлекать, пока родители работали на сцене. Я даже вспомнить не могу, чтобы ко мне какие-нибудь были претензии. Настрой, помощь, она вместе с нами, она всегда даст оценку нашей работе, нашему произведению. Если ей что-то нравится, она всегда скажет таких слов, она говорит, хороших. А если уж ей что-то не понравится, тоже честно, и без обидников, тоже скажет, что ей этот спектакль как-то не очень, как-то не очень. Любая деталь на сцене должна выглядеть реалистично. Герои в спектаклях и почивают, и трапезничают, и бывает, за воротник закладывают, согласно роли, разумеется. Может, там иногда так пошутить, нальет настоящие водочки, когда там, ну, требуют, ну, то есть можно, когда, ну, вот, может быть, какая-то, опять же, они психологи все, они понимают, когда это нужно. Все было совсем не так, уверяет нас Александра Ивановна. Шел спектакль, один актер играл летчика, второй врача. По сценарию на столе бутылка водки, для реквизитора кипяченая вода и лимончик. Смотрю, что-то смотрит на меня актер один. А надо им, пока это идет, у них самая сцена, они должны выпить бутылку этой водки. А актеры взяли, бутылку-то мою убрали, а настоящую поставили. Ну, откуда я получала 45 рублей? Откуда я куплю им бутылку водки? Это вот я клянусь, ну, я не могла это даже придумать. При женщинах не вспоминают о возрасте, но вы только подумайте, она ведь разменяла девятый десяток и пока не планирует расставаться с театром. Ее профессия закулисная, написанная в программке мелким шрифтом. Но в следующий раз, придя на спектакль, отдавая дань актерам, не забудьте, что доля ваших аплодисментов приходится и на долю такого необходимого человека, как реквизитор. Продолжение следует...